Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители канала Института Правды! Мы продолжаем нашу программу, посвященную ответам небополитика Андрея Девятого на ваши вопросы. Первый вопрос пришел из Санкт-Петербурга от Артема Арканова. Здравствуйте, Андрей Петрович! Мы несколько раз встречались и общались лично. Продолжаю следить за вашим творчеством. Скажите, как вы трактуете понятие свободы? Возможно ли свобода в духе, которая не либеральная свобода и не свобода для общего дела, как в социализме? Ну, как любовь имеет там шесть имен в греческом языке, так и свобода. Свобода – это многоплановое и разностороннее понятие. Почему? Потому что это все от большого ума – свобода. Как вы понимаете, то есть в понятиях свободы. А я вам скажу, что такое свобода. Вот я могу руку сюда поднять, могу сюда поднять, могу вот так вот. Это и есть свобода. Следующий вопрос из Украины от Виктора Ключевского. Уважаемый Андрей Петрович, сохранит ли Украина свою независимость и свои территории? Что нового можете сказать нам, живущим в Украине? В соответствии с замыслом планировщика, Украина сохранится в тех масштабах, которые назывались Малороссия. Это Киев, Чернигов, Сумская область, вот здесь. А юг Украины – это пять областей приморских. Они отойдут в Новую Хазарию, религиозный центр, который находится в Днепропетровске, но не просто Днепр. Там построена огромнейшая синагога для, значит, колена Данова. И новый исход евреев на четверть бывших наших народов из государства Израиля, он будет в основном вот туда, на юг Украины. Там будет Новая Хазария. Новая Хазария, она находится на перекрестке, так сказать, путей, это Нового Шелкового пути, вот, из Китая в Германию, и на пути, значит, старом северо-юг. Вот в Новую Хазарию вольют денег, невидимо, видимо, невидимо. Это проект старой, новой Калифорнии называется. Значит, Новороссия отойдет к России, а Галичина, Волынь, там, это все пойдет в Евросоюз. Ну, в Европу в том виде, в котором она там к тому времени будет. То есть, Украина будет разделена на четыре части. Это замысел. Он давным-давно, так сказать, обнародован. Посол государства Израиль в Украине – это Хасид в шляпе. Обратите внимание, просто так уж посмотрите повнимательнее. Поэтому, вот, значит, Мовороссия, Новороссия, Новые Хазари, и, ну, Галичина, она всегда там была на Западе, ну, вот там и будет. А вот такой вопрос от Татьяны из Тюмени. Ваш соратник Михаил Хазин утверждает, что главная проблема Китая – отсутствие образа будущего. А вы говорили, что у китайцев утвержден план развития страны до 2049 года. Нет ли здесь противоречия? Да нет никакого противоречия. Хазин, ну, он что, понимаешь, он даже английского языка не знает. А уж про китайский говорить нечего. Откуда Хазину известно, что у китайцев есть? Если бы наши, понимаешь ли, средства массовой информации рассказывали бы китайский проект «Сообщество единой судьбы всего человечества», он бы, наверное, как-нибудь подумал, о чем это китайцы говорят. Другое дело, что китайцы не знают, как реализовать этот проект. Для себя-то у них все известно. Это китайская мечта, возрождение величия китайской нации. А что такое китайская нация? Это те ханцы, лучшие из лучших, которые живут, понимаешь ли, на материке, никуда не переселяясь 5 тысяч лет. Это соотечественники единоутробные, соотечественники в Тайване, а нам расскажут про какую-то войну. Между единоутробными войной никакой не может быть. Дальше это китайские диаспоры по всему миру, чайно-тауны, а у нас чайно-таунов нет, зато в Сибири есть чайно-деревни. Вот это опора. Если раньше американское давление, гегемония, это банковская сфера и авианосец-энтерпрайс, то китайская гегемония, это китайские товары по всему миру и разветвленная сеть китайской диаспоры, а их 20 миллионов, этой китайской диаспоры за рубежом. Вот что такое. Поэтому задача, Хазин верно говорит, значит, Россия как стратегический тыл этого самого, потому что Китай с Россией находится в положении спина к спине, и они лицом к лицу. Вот лицом к лицу мы с западом, лицом к лицу, значит, там, в теохианской зоне, там, на японцу смотрим там как-то косо, а с китайцами спина к спине. Поэтому, значит, Россия как стратегический тыл, это с одной стороны то, на что можно оперяться, и с другой стороны, значит, китайцы, они же иероглифические, и думают о ней иероглифами, и в своем, так сказать, иероглифическом менталитете они просто не знают, как собрать это единое сообщество, единой судьбы человечества. И здесь-то, так сказать, появляется роль России, а конкретно система взглядов с дерзким именем не политика. Вот зачем это нужно. Поэтому противоречия нет. Хазин говорит о том, что да, у России есть перспектива и функция, значит, стать этим самым поводырем. А то, что у китайцев нету проектов, так есть он. Да, дальше. Спрашивает Владимир Хрусталев. На ваш взгляд, возможен ли вариант развития событий, который не вписывается ни в один из шести существующих мировых проектов, известных вам? Конечно, существует. Конечно, существует. Это, значит, уничтожение человечества в огне ядерной войны. Да. Но этот проект не записан ни у кого. Ирина Сергеевна из Московской области интересуется. Если бы на прямой линии у вас появилась возможность задать вопрос Путину, что бы вы спросили? Ни в коем случае ничего бы у него не спрашивал. Теперь вопрос от Константина, полковника Запаса, служившего в Звездном городке. Почему, на ваш взгляд, патриотически настроенные ораторы, такие как, например, Фурсов или Вассерман, все еще не говорят правды о лунной афере США? Им кто-то выставил красные линии в этом вопросе? Дело в том, что наши черные сотни, а это вы... Вот я, когда первый раз увидел Фурсова, он, значит, в Люберцах жил, там где-то качком был в подвале и ходил в таком эсэсовском черном кожаном плаще. Вот. Ну, вот поэтому, значит, они и рассказывают, понимаешь ли, то, что им нравится. А им нравится чего? Какая-то империя, вот. А я про что? А я про Орду. А империум – это повелеваю, а Орда – это семья народов. Вот. И что? Ну, как-то надо же американцев, так сказать, носом по столу провести. Вот они не были нигде, все постановочное, все не так. Ну, значит, посеяли сомнения, вот. Ну, посеяли сомнения. Хорошо. Возникает вопрос. А наш-то лунный трактор был на Луне или не был? Может быть, тоже все постановочное? Ну, если наш лунный трактор был на Луне, а почему американцы не могли там быть? Это я просто так спрашиваю. От большого, значит, ума контужен на всю голову. А вот пенсионер Виктор Краев прислал такое письмо. Доброй энергии вам. Вопрос один. Остающиеся годы без ответа о переносе российской столицы в Тобольск. Согласны ли вы с этим? И что мешает этой рокировке осуществиться? Ну, значит, ничего не мешает, только в Тобольске Кремль не достроили. Это последний Кремль, который в 18 веке был, значит, в Тобольске. Но его не достроили. У него там одной стены вроде нету. Ну, я не был в Тобольске, может, я что-нибудь путаю. Ну, так или иначе, когда речь идет о том, а где бы могла быть столица Большой Евразии, вот этот проект Большая Евразия, Третья Орда, мы добавляем Третья Орда, то я бы никуда не двигал столицу. Но пусть она тут как есть, так и есть. Почему? Ну, потому что, значит, потому что корни, исторические корни, гробницы все здесь. А там, ну, как вот, здесь вся инфраструктура, здесь деньги. Что сделал Нурсултан Абишевич Назарбаев? Значит, он понял, что новый Казахстан может состояться только в новом месте. И столицу из Алматы перевел в Цельноград, переименовав его в Акмолинск, а потом в Астану, а теперь назвал своим именем Нурсултан. Да, значит, это способ оставить старую элиту в Москве, а не захочет переезжать в Тобольск. Ну, просто у них тут все есть, значит, коттеджи, значит, все это обустроено, тут Московский университет, тут, понимаешь ли, всякие выставки, тут, понимаешь ли, рестораны, тут жинжиры, вот. Ну, Петр Первый тоже сделал как. Он перенес столицу, вот, на берега, на берегу, значит, чего там. Вот стоял Анпу, дом великих пол, и вдаль глядел, пред ним широко, река неслась, утлый челн по ней, стремился одиноко, по топким, значит, там, низким берегам, чернели избы, здесь и там, приют у бога у чухонца. Ну, это сколько же надо было сил, значит, денег, труда, жизни положить, чтобы сделать европейскую столицу, Санкт-Петербург. Если говорить о том, да, история, так сказать, меняется, атлантизм закрывается, открывается теххианская эра теххианства, азиатский цикл накопления капитала, столицу можно было бы и перенести. Но куда перенести? Ну, может быть, и в Тобольск. Почему? Потому что в Тобольске там есть исторические корни, исторические корни. Но это огромные, опять же, деньги, а главное, туда надо перенести всю новую элиту. А старая пусть как жила тут в Москве, тут пусть так в рестораны и ходит. Вот. А там, да, сделать новую столицу. Чего? Орды? Орды. Орды. Третьи Орды. Можно, можно, но вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Вряд ли. Нужен Петр Первый для того, чтобы это сделать. Да его нет. Да его нет. Который бы не прорубил окно в Европу, а, значит, открыл бы дверь в Азию и зашел туда полноправым хозяином. Нету. Нету. Елена из Троицка интересуется. Андрей Петрович, есть ли у вас какие-нибудь хобби? Чему вы посвящаете свой досуг? Каких авторов читаете? Какие телепрограммы или ютуб-каналы смотрите? Значит, это славное слово «хобби» иностранного происхождения заключается в том, что я писатель. Вот, если я пишу что-то, у меня есть мысли, то это вносит в мою жизнь смысл и порядок. А чем я, значит, еще люблю заниматься? А еще я люблю выпить, закусить в компании друзей. Это тоже вносит в мою жизнь радость и веселье. Значит, накопительства у меня нету никакого. Я раньше-то был подвержен, ну, вот до 65 лет, наверное, я был подвержен некоторым, так сказать, таким желаниям. Вот, я собирал фигурки, фарфоровые фигурки времен, значит, китайской культурной революции. Это я их собирал очень, ну, всю, так сказать, свою деятельность, пока я был в Китае. В Китае было 17 лет. А потом 7 лет был персононград, а потом я ездил в Китай 2-3 раза в год. Вот, я искал эти, выискивал эти фигурки и набрал довольно такую солидную коллекцию. Ну, теперь я, как бы, охладел к этому делу. Почему? Потому что никуда не езжу. Вот так. Следующий вопрос прислал Вячеслав Кравец. На каких принципах и на мировоззрении какого рода или народа вы строите этику? Ведь понятия о том, что можно, что должно и что нельзя, у разных людей могут разниться до противоположного. Ну, друзья мои, я же не делаю секрет. Это этика Великой Орды Чингисхана. Духовная и Вышематериальная, общая и Вышечастная, справедливость Вышезакона, служение Вышевладения, власть Вышесобственности. Вот пять принципов. Это принципы, на которых держалась эта огромная единая государственная Чингисхана. Практика лучше критерийственная. Это государство Чингисхана разваливалось тогда, когда, значит, улусы стали принимать вероучения. Вот они стали принимать вероучения, и пошел этот развал. Китайцы улус Великого Хана при внуке Чингисхана Хубилая приняли государственную религию буддизм. Узбек, значит, хан Золотой Орды принял ислам. Ну вот, а когда у нас, так сказать, православие существовало как офшорная, так сказать, сеть, никто и не помышлял, так сказать, об освобождении из-под ига. Всем было хорошо. Эти монастыри росли, как грибы после дождя. Вы посмотрите в историю, сколько прирост монастырей при Сергея Радонского. Почему? Экономически выгодно было. И тогда, когда единое государство стянуто было не единой идеологией, не единой конфессиональной, так сказать, религиозной принадлежностью, а только этикой, а это этика 5 вышла, 64 пункта, значит, точно чего нельзя, за что зум в голову давали. И все было хорошо. И взрыв православия, все какого? Дороскольного православия. Бог или святая? Троица помогут тебе. Дороскольный. Это Сергей Радонский. Так вот, а потом, значит, ну вот начались религиозные войны, там и все прочее. Поэтому на какой этике? На этике, которая подтвердила практика существования Единого государства Чингискана. При этом эта Великая Орда просуществовала ровно 200 лет. Хотя тут надо всем все эти передергивания истории, там все расскажут, что там это все туда-сюда. Кто эту историю передергивал? Немцы, значит, с кем воевал там Ломонос с этими, с немцами в Академии наук. Ну, а, значит, это с 1206 по 1405. Последний Чингизид, Великий храм, умер в 1405 году. 200 лет. И Русь святая входила в состав этого Единого государства. И в учебниках, понимаешь ли, надо было большим буквам написать, что впервые Единое государство разноплеменных народов на территории России, той России, которая есть, было создано в период Золотой Орды. А Иван Грозный, ну, там, Иван Третий, Иван Грозный, это наследники Золотой Орды. Ну, а немцы все перевернули, Российская империя стала охранником, кого? Запада, от нашествия Азии. И в этой функции все наши замечательные, значит, западники и видят будущее России. Вас спрашивает Арчил Гацерадзе. Здравствуйте. Я обычный грузин из Грузии. Хотел бы узнать, что вы думаете о будущем моей родины? Спасибо. Ну, дело в том, что как бы гордость грузина привела к тому, что когда союз нерушимый республик свободных, который навеки сплотила Великая Русь, это текст, который утвердил Ставин гимн СССР, который заменил интернационал. Интернационал, весь мир насилиемо разрушен до основания. Затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ни чем, тот станет всем. Так вот, грузины оказались брошенными. и ситуация у них, у грузин оказалась тяжелая, поскольку православная страна, вот, а, значит, вынуждена была пойти по пути либерализма. Ну, Россия тоже пошла по пути либерализма, но у России внутренних ресурсов достаточно. А, значит, Грузия маленькая, поэтому преклонилась перед Западом. Ну, какая будет перспектива у Грузии? Когда либерализм на Западе рухнет, а он рухнет очень быстро. Мы стоим на пороге того, что старый мировой порядок и, прежде всего, валютная система рухнет, уже, так сказать, может быть, начнет рушиться уже, может, в декабре. Но к тому много разведпризнаков уже есть. Вот, когда либерализм рухнет, то грузины вспомнят, что они православные и вернутся в этот самый СССР, выторговав себе хорошее какое-нибудь почетное там место. Они вспомнят про Сталина, конечно, про Берию и вернутся в СССР. И финальный вопрос от Алены Юдиной из Шатуры. Дорогой Андрей Петрович, скажите, отчего поет ваша душа? О, выпьешь, когда так солнце всходит, одна ситуация, на рассвете душа поет. когда хмурое утро, душа не поет. Душа у меня поет, когда я что-нибудь напишу, и я говорю, ну, вот я молодец. слава тебе, Господи, за то, что дал, это лишь за то, что не дал, подсказал, направил, укрепил, вот, и я радуюсь, ну, смотри, вот, получился текст, вроде бы, ну, я потом через день уже забываю, что я там написал, вот, у меня следующая мысль приходит, а почему приходит следующая мысль? У меня там божественное откровение, опять мышь пришла, опять радуюсь, вот, ну, и я уже говорил, что я люблю с товарищами выпить, закусить, это называется у масонов Агапия, значит, Агапия, это братская дружба, она происходит исключительно и только за трапезой, и как только трапезу с возлиянием отменяется, и братской любви нету, это я к тем, которые, значит, рассказывают про, про что-то там другое, про здоровый образ жизни, а это здоровый образ жизни, это социальная дистанция, я-я, значит, вот пойдите и братскую любовь найдите в фитнес-центре, не найдите, никак, вот так. Итак, с нами на связи был небополитик Андрей Девятов. Следующий выпуск через неделю. Свои вопросы присылайте по адресу под этим видео. До новых встреч на канале Институт Правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова